Беседы на слова «Приветствуйте Прискилу и Акилу» Римлянам 16.3. Слово первое. Многие из вас, я думаю, удивляются этому отделению прочитанного из апостольского послания, или лучше считают это часть послания, неважно, излишне, потому что она содержит только приветствие, непрерывно, следующее одни за другим. Поэтому и я, вознамерившись сегодня говорить о другом, оставил тот предмет и готов остановиться на этом, дабы вы убедились, что в священных писаниях нет ничего лишнего и ничего неважного, хотя бы то была одна иота, хотя бы одна черта, но и простое приветствие открывает нам великое море мыслей. Что я говорю «простое приветствие»? Часто прибавление одной буквы привносит целый ряд мыслей. Это можно видеть в имени Авраама. И не безрассудно ли, когда кто получает письмо от друга, то читает не только содержание письма, но и находящееся внизу приветствие, и по нему особенно заключает о расположении писавшего. А когда пишет Павел, или лучше не Павел, но благодать Духа провещает послание к целому городу и к такому множеству народу, и через них и ко всей вселенной, то считать что-нибудь из написанного излишним, пробегать без внимания и не помышлять о том, что от этого все извратилось. Оттого, подлинно оттого мы впали в великое нерадение, что читаем не все писания, но избирая то, что считаем более ясным, на прочее не обращаем никакого внимания. Оттого вошли и ереси, что мы не хотим читать всего состава писания, что считаем нечто в нем излишним и неважным. Поэтому, тем прочим, мы усердно занимаемся не только излишним, но и бесполезным, вредным. А знание писания у нас пренебрегается и презирается. Люди, страшно привязанные к зрелищу конских ресталищ, могут со всей точностью назвать имена, и стадо, и породу, и отечество, и воспитание коней, и годы их жизни, и быстроту бега, и который из них, с которым состязаясь, одержит победу, и какой конь, и с какой, будучи, выпущи награды, и с каким наездником одержит верх на ресталище, и перебежит соперника, также занятый плясками, не меньше тех, но еще больше обнаруживает безумную страсть к тем, которые бесчинствуют на зрелищах, то есть к шутам, к рисунам, пересказывая и род их, и отечество, и воспитание, и все прочее. А мы, когда спрашивают нас, сколько и какие послания Павла, не умеем сказать и числа их. Если же некоторые знают число их, то на вопрос о городах, в которых писаны послания, отвечать не могут. Евнух и иноземец, развлекаемый множеством забот, по множеству дел, так прилежно занимался Библиейю, что даже во время путешествия не оставался праздным, но сидя на колеснице, с великим тщанием занимался чтением божественных писаний. А мы, не имея малой части его занятий, изумляемся, слыша даже название посланий, несмотря на то, что каждый воскресный день собираемся здесь и наслаждаемся слушанием божественных писаний. Впрочем, чтобы нам не употребить все беседы на одни обличения, представим теперь самое приветствие, которое кажется излишним и ненужным. Когда оно будет объяснено, и когда будет показана польза, какой оно доставляет внимательно слушающим его, тогда больше обнаружится вина тех, которые пренебрегают такими сокровищами и выпускают из рук духовное богатство. Какое это приветствие? «Приветствуйте, — говорит он, — Прескилу и Акилу, спасешников моих в Господе!» Не кажется ли это простым приветствием, не представляющим нам ничего великого и важного? Посвятим же ему одному всю беседу или лучше сегодня при всем старании мы не в состоянии будем исчерпать для вас все мысли, заключающиеся в этих немногих словах, но необходимо отложить для вас и на другой день множество соображений, рождающихся от этого малого приветствия. Поэтому я намереваюсь теперь объяснить не все это приветствие, а только часть его, начало и вступление. «Приветствуйте, — Прескилу и Акилу, — 182. Во-первых, надо было поделиться добродетели Павла, как он, которому верена была вся вселенная, который вмещал в душе своей и землю, и море, и все города под солнцем, и варваров, и еленов, и столько народов, так заботился об одном муже и об одной жене. Во-вторых, нужно поделиться и тому, какую бдительную и попечительную имел он душу, помня не только всех вообще, но и в частности каждого из почтенных и благородных людей. Теперь нисколько неудивительно, что так поступают предстоятели церквей, потому что и те смятения прекратились, и они принимают на себя попечение об одном только городе, а тогда не только великость опасности, но и расстояние пути, и множество забот, и непрерывные войны, и непостоянное всегда у всех пребывание, и многие другие еще большие обстоятельства, состояния были изгладить из памяти самых близких, однако не изгладили этих людей. Почему же они не изгладились? По великодушию Павла, по его горячей и искренней любви. Он так удерживал их в душе своей, что часто вспоминал о них и в посланиях. Но посмотрим, кто и каковы это были люди, которые так привязывали к себе Павла и привлекли к себе любовь его. Не консули какие-нибудь, или военачальники, или правители, или облеченные каким-либо другим отличием, или владевшие великим богатством из числа предводителей города. Нельзя сказать ничего такого. А совершенно напротив, это были люди бедные и неимущие, живущие трудами рук своих. Было, говорит Писание, занятием их шитье палаток. И однако Павел не стыдился и не считал бесчестием для царственного города и для народа, высоко думавшего о себе, заповедовать, чтобы они приветствовали этих ремесленников. И не думал, что дружбы к этим оскорбить тех, так он всех учил тогда любомудрствовать. Мы часто, имея родственников, которые немного беднее нас, чуждаемся близости к ним и считаем бесчестием, если когда-нибудь окажемся их родственниками. А Павел не поступает так, но даже хвалится этим и не современникам только, но и всем потомкам объявил, что те скинотворцы были первыми в числе друзей его. Пусть никто не говорит мне, что важного и удивительного в этом, если он, занимавшийся сам тем же ремеслом, не стыдился своих соремесленников. Что говоришь ты? Это то самое особенно и важно и удивительно. В самом деле, не столько те, которые могут указать на знаменитость предков, стыдятся низших, сколько те, которые некогда были в том же низком состоянии, а потом вдруг достигли какой-либо славы и знаменитости. А что не было никого славнее и знаменитее Павла, что он был знатнее самих царей, это всякому известно. Кто повелевал бесами, воскрешал мертвых, по велениям своим мог ослеплять и исцелять ослепших, чьи одежды и тень прекращали всякого рода болезни, тот, очевидно, можно было почитать уже не человеком того, а некоторым ангелом, шедшим с неба. Но несмотря на то, что он пользовался такой славою, везде возбуждал удивление, и где бы ни являлся, всех обращал к себе. Он не постыдился с кинотворца и не считал этого унижением для людей, имевших такие отличия. В церкви римской, вероятно, было много знаменитых людей, которых он понуждал приветствовать тех бедняков. Он знал, верно знал, что благородство состоит не в блеске богатства и не во множестве денег, но в скромности нравов. Так что люди, не имеющие ее, а гордящиеся славой своих родителей, хвалятся одним только пустым именем благородства, а не самым делом. Или лучше, и самое имя часто отнимается у них, если кто будет восходить к дальнейшим предкам этих благородных. В самом деле, если станешь тщательно исследовать о человеке знаменитом и славном, который может назвать благородного отца и деда, то часто найдешь, что прадедом его был человек низкий и неизвестный. Равным образом, если мы, восходя мало по малу, исследуем весь род людей, считающихся низкими, то часто найдем, что древнейшими их предками были правители и военачальники, а потом они переродились в пастухов, лошадей и свиней. Зная все это, Павел невысоко ценил эти отличия, наискал благородство души, и ему удивляться учил других. Таким образом, мы получаем уже и отсюда немалую пользу, научаясь не стыдиться никого из людей простых, обращать внимание на душевную добродетель, а все наши внешние преимущества считать излишними и бесполезными. 184. Можно получать отсюда и другую, не меньшую пользу, которая особенно ограждает нашу жизнь, если употребляется надлежащим образом. Какая же это? Та, чтобы не осуждать брака и не считать препятствием и помехой на пути, ведущим к добродетели иметь жену, воспитывать детей, управлять домом и заниматься ремеслом. Вот и здесь были муж и жена, управляли мастерскою, занимались ремеслом и показали любомудрие гораздо более совершенное, чем живущее в монастырях. Откуда это известно? Из того, как приветствовал их Павел. Или лучше не из того, как он приветствовал, но из тех слов, которыми после он свидетельствовал о них. Сказав «приветствуйте» Прискилу и Акилу, он присовокупил их достоинства. Какое же именно? Не сказал «богатых», «знаменитых», «благородных», «но что?» «споспешников моих», «сотрудников» в Господе». Римлянам 16.3. А с этим ничто не может сравниться в отношении к добродетели. И не отсюда только можно видеть добродетелях, но из того, что он пробыл у них, не один день или два или три, но целых два года. Как мирские начальники никогда не решились бы остановиться у людей простых и незначительных, но отыскивают великолепные домы каких-нибудь значительных мужей, чтобы незначительность лиц, которые принимают их, не унизила величие их достоинства. Так поступали и апостолы. Они останавливались не у всякого, у кого случится, но как те ищут великолепие дома, так они искали добродетели души и тщательно, разведав о нужных для них людях, останавливались у них. Этого требовал и закон, данный Христом. В город или в дом, говорят, войдете, спросите, кто в нем достойен, и там пребывайте. Лука 9,4. Следовательно, те, Прескила и Акила, были достойны Павла. Если же они были достойны Павла, то достойны и ангелов. Эту хижину я смело мог бы назвать и небом, и церковью, потому что где был Павел, там был Христос. Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. 2 Коринфян 13,3. А где был Христос, там постоянно привитали и ангелы. Если же они и прежде оказались достойными служения Павлу, то представь, какими сделали-ся они, прожив вместе с ним два года, наблюдая и вид его, и походку, и взор, и рот одежды, и входы, и сходы, и все прочее. У святых не одни только слова, наставления и увещания, но и весь вообще образ жизни бывает для внимательных достаточным уроком любомудрия. Представь, каково было видеть Павла, когда он совершал вечерю, обличал, утешал, молился, плакал, выходил и входил. Если мы, имея только 14 посланий его, носим их по всей вселенной, то те, которые имели у себя самый источник посланий, язык вселенной, свет церквей, основание веры, столб и утверждение истины, какими не могли сделаться, живя вместе с таким ангелом? Если одежды его были страшны для бесов и имели столь великую силу, то сожительство с ним какое не могло привлечь благодать и духа? Видеть одр Павла, постель его, обувь его, недостаточным ли это было для них побуждением к постоянному сокрушению? Если бесы, видя одежды его, трепетали, то тем более верные и жившие вместе с ним сокрушались, видя их, не излишне исследовать и то, почему он в приветствии поставил Прескиллу прежде мужа, не сказал «приветствуйте Акилу и Прескиллу», но Прескиллу и Акилу. И это он сделал не без основания, но мне кажется, потому что видел в ней больше благочестия, чем в муже. А что сказано и не догадка, это можно видеть из Деяния апостольских. В самом деле, Аполоса, человека красноречивого и сведущего в Писаниях, но знав, что такое крещение Иоаннова, она принято вставила в пути Божьем и сделала совершенным учителем. Деяние 18.24 При апостолах женщины не заботились о том, о чем заботится нынешнее, как бы одеться великолепной одеждой, прикрасить лицо свое умываниями и притираниями и мучить мужей своих, заставляя покупать и платье более дорогое, чем у соседки, и женщины равного звания, и белых мулов, золоченую сбру, и евнухов для прислуги, и большую толпу служанок, и все прочее, относящиеся к смешной пышности. Отказавшись от всего подобного и отвергнув мирскую гордость, женщины при апостолах домогались только одного. Как бы сделаться общниками апостолов и участвовать в одной и той же с ними ловитве? Поэтому не одна прескила была такова, но и все другие. Так о некоторой персиде, Павел говорит, которая много потрудилась для нас, римлянам 16.12, хвалит и Марии, и Трифену за эти труды, за то, что они трудились с апостолами и посвящали себя на те же подвиги. Как же в послании к Тимофею он говорит, жене учить не позволяй не властвовать над мужем. 1 Тимофея 2.12. Это тогда, когда и муж благочестив и имеет ту же веру и участвует в той же мудрости, а когда он неверный и заблуждающийся, тогда апостол не лишает ее власти учить. Так в послании к коринфянам он говорит, и жена, если имеет мужа неверующего, не должна оставлять его. Откуда, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Как же верная жена может спасти неверного мужа? Оглашая его, наставляя и приводя к вере, как и эта прескила Аполлоса. С другой стороны, когда Павел говорит, жене учить не позволяю, то разумеет учение Самвона, беседу в общем собрании, свойственную священникам, а частным образом увещевать или советовать он не запретил, потому что если бы последнее было запрещено, то он не похвалил бы Прескилу за то, что она делала это. 186. Пусть слушают это мужи, пусть слушают и жены. Последнее для того, чтобы подражать той, которая была одного, с ними пола и одинаковой природы, а первое для того, чтобы им не оказаться слабее женщины. Какое мы будем иметь оправдание, какое прощение, когда женщины показывают столько усердия и столько любомудрия, а мы непрестанно будем заняты мирскими делами. Пусть узнает это и начальники, и подчиненные, и священники, и находящиеся в звании мирян, чтобы первые не удивлялись богатым и не гонялись за великолепными домами, но искали добродетели с бедностью, не стыдились беднейших братьев и не избегали ни скинотворца, ни кожевника, ни пурпуропродавца, ни медника, оказывая уважение только лицам, облеченным властью. А подчиненные не считали своего состояния препятствием к принятию святых, но помни о вдове, которая приняла Илью, имея только горсть муки, и о тех, которые два года держали у себя Павла, открывали свои домы нуждающимся и все, что имеют, делили со странниками. Не говори мне, что нет у тебя рабов для прислуги. Хотя бы у тебя было их множество, Бог повелевает тебе самому собирать плод гостеприимства. Поэтому Павел, обращаясь к жене вдовицы и заповедая ей принимать странников, повелел делать это ей самой, а не через других, потому что, сказав, если принимала странников, присовокупил, если умывала ноги святым, 1 Тимофею 5.10, не сказала, если не сдерживала деньги или приказывала слугам делать это, но если делала это сама. Поэтому и Авраам, имея 318 домочадцев, сам побежал к стаду, принес стельца и устроил все прочее, и жену сделал участницей в плодах гостеприимства. Для того и Господь наш, Иисус Христос, родился в веслях, и по рождению воспитывался в доме, и в возрасте не имел, где главу преклонить, чтобы всем этим научить тебя не обольщаться великолепными вещами настоящей жизни, но во всем любить простоту, искать бедности, избегать богатства и украшаться внутренно. Вся слава черед царя, говорит Писание, внутри, Солом 44.14. Если ты имеешь расположение к гостеприимству, то имеешь все нужное для гостеприимства, хотя бы у тебя был один только овал. Если же ты человека ненавистен и не любишь странников, то хотя бы ты имел изобилие во всем, твой дом тесен для странников. Престила не имела ложа, украшенного серебром, но имела строгое целомудрие, не имела постели, но обладала волей приветливую и гостеприимную, не имела блестящих колонн, но имела блистательную красоту души, не имела стен, обложенных мрамором, ни пола испещренного драгоценными камнями, но сама была храмом духа. Это похвалил, этим восхищался Павел, поэтому он два года прожил безотлучно в их доме, поэтому он постоянно вспоминает их и воздает им великую и дивную похвалу, не для того, чтобы сделать их более известными, но чтобы в других возбудить такую же ревность и убедить, считать счастливыми небогатых и необличенных властью, но странно приимных, милостивых, человеколюбивых, оказывающих великое дружелюбие к святым. 187. Узнав это из настоящего приветствия, будем и мы показывать то же самыми делами. Не станем без разбора считать богатых счастливыми, а бедных унижать. Не станем стыдиться ремесл, и будем считать бесчестьем не работу, но праздность и безделье. Если бы работа была бесчестьем, то не занимался бы ею Павел, и не хвалился бы, особенно ею, говоря так, 1 Коринфянам 9, 16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалить, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Если бы ремесло было бесчестьем, то он не повелел бы, чтобы не работающие и не ели. Один только грех служит к бесчестью, а его обыкновенно порождает праздность. И не один только и два или три, но всякий вообще порог. Поэтому некто премудрый показывает, что праздность научила всякому злу, и беседуя о слугах, говорит, употребляя его на работу, чтобы он не оставался в праздности. Сирахов 33.28 Что узла для коня, то работа для нашей природы. Если бы праздность была добром, то все произвращало бы земля незасеянная и невозделанная, но она не производит ничего такого. Некогда Бог повелел и произвести все без возделания, но теперь не делает так, а заповедал людям и запрягать валов, и влачить плуг, и проводить борозду, и бросать семена, и многими другими способами ухаживать и за виноградной лозою, и за деревьями, и за семенами, чтобы занятие работой отклоняло душу работающих от всякого зла. Вначале, чтобы показать свою силу, он устроил так, что все произошло без наших трудов, да произрастить земля траву, сказал он, и то, что все засвело. Но после не так, но повелел, чтобы земля произращала при помощи наших трудов. Дабы ты знал, что он ввел труд для нашей пользы и нашего блага. Хотя наказанием и мучением кажутся слова, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, но на самом деле они некоторые внушения и вразумления вращество против ран, происшедших от греха. Поэтому и Павел непрестанно работал, не только днем, но даже и ночью. Это возвещает он, когда говорит, день и ночь работая, чтобы кого не отяготить из вас. Серафису Никистом 2.9 И не для удовольствия только и душевного отдыха он занимался работой, как делают многие из братьев, но прилагал такое усердие к труду, что мог помогать и другим. «Ибо нуждам моим, говорит он, и сущим со мною послужили руки сии». Диане 23.4 Человек, повелевавший бесами, бывший учителем вселенной, которому уверенно было попечение всех живущих на земле, который с великим усердием заботился о всех церквах, находящихся под солнцем, о племенах, народах и городах, работал день и ночь и немало не отдыхал от этих трудов. А мы, не имеющие малейшей части забот его или даже не могущие представить их в уме своем, проводим жизнь постоянно в праздности. Какое же будем иметь мы оправдание, скажи мне, или какое прощение от того всякого рода зло вошло в жизнь, что многие считают величайшим достоинством не заниматься своим ремеслами и крайним позором показаться сведущим чем-нибудь подобным. А Павел не стыдился в одно и то же время держать нож в руках и сшивать кожи и беседовать с людьми, находящимися в почестях, но даже хвалился этим, когда приходили к нему тысячи славных и знаменитых людей. И не только не стыдился делать это, но и в своих посланиях, как бы на медном столбе, объявлял о своем ремесле. Так, чем он вначале научился, тем занимался и впоследствии. И после того, как восхищен был до третьего неба, после того, как перенесен был в рай, после того, как слышал от Бога неизреченные глаголы, а мы, недостойные подошвы его, сцедимся того, чем он хвалился. И согрешая, каждый день не обращаемся и не считаем этого бесчестием, от того, чтобы жить праведными трудами, избегаем, как всего-то посыдного и смешного. Какую же, скажи мне, мы будем иметь надежду спасения? Стыдящемуся следует стыдить все греха, оскорбить Бога и сделать что-нибудь недолжное, а ремеслами и работами надо даже хвалиться. Таким образом, через занятия работы мы и дурные помыслы легко исторнем из души и будем помогать нуждающимся и не станем беспокоить двери других и исполним закон Христов, который говорит «блажение давать, нежели брать». Деяние 20.35 Для того нам и даны руки, чтобы мы себе помогали и увечным по телу доставляли по возможности все необходимое из нашего имущества. Так что, если кто живет в праздности, то хотя бы он и был здоров, он несчастье, одержимый горячкою. Эти имеют извинения в своей болезни и могут найти сострадание, а те позорят телесное здоровье справедливо всеми ненавидятся, как приступающие законы Божии и причиняющие вред трапезе немощных и делающие свои души худшую. В самом деле не в том только зло, что тогда, как надлежало бы питаться собственными средствами и собственными трудами, они беспокоят дамы других, но что они сами становятся хуже всех. Нет, подлинно нет ничего в мире, что не портилось бы от бездействия. Так вода стоячая загнивает, а текучая и всюду разливающаяся сохраняет свою доброту, и железо, лежащее без движения, становится слабее и хуже, и точится в большую ржавчину, а находящееся в деле становится гораздо полезнее и красивее, блестая нисколько не хуже всякого серебра, и земля, остающаяся в покое, как всякий может видеть, не произращает ничего хорошего, но дурные травы, терния, волши, бесплодные деревья, а получающее возделывание обильно производит питательные плоды. Вообще сказать, всякое существо от бездействия портится, а от свойственной ему деятельности становится полезнейшим. Итак, зная все это, сколько вреда от праздности и сколько пользы от деятельности, будем первое избегать, а последнее держаться, чтобы нам настоящую жизнь прожить благопристойно и нуждающимся помогать из своего имущества, и усовершив свою душу, получить вечное благо, которых досподобимся всем и благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.